Ом Ти Ви Юэй про головне В своем новом посте политико пишет, что до сих пор остается не ясным регулярно ли Калас ест кашу или на самом деле в ее завтрак все-таки иногда попадают русские люди Валяет дурака по полной программе Ко мне подходили, кстати, делегаты из недружественных стран те страны, где режимы недружественные, а люди, как показал этот фестиваль являются лучшими друзьями России по крайней мере так они себе сами и говорили и просили передать российскому министру иностранным дел что его прямое общение с ребятами, с молодежью, которая приехала является для них буквально путеводной картой Вы представляете себе, да? Вот такой прямой контакт, который дал этот фестиваль Какие он вызвал эмоции у тех, кого буквально пытается сломать их местная пропаганда Но МИД был представлен там, в общем, достаточно широким фронтом Я хотела бы сказать о самом фестивале Вот вам ответ Это же не попытка кого-то в чем-то убедить Это не попытка, так сказать, в очередной раз как-то показать все наши возможности О наших возможностях такого гостеприимства, добросердечия и широкой души знают уже все Это возможность не столько нам себя показать и реализовать А вот самое важное И я это сейчас хочу, чтобы все услышали Это возможность для миллионов людей по всему миру А именно так, миллионов Реализовать то, что им не дают реализовать в собственных странах Надежду на мир, стремление к равноправию, к большей справедливости Мы понимаем, что мир не может быть стопроцентно справедливым Но стремиться мы к нему должны все И вот эти самые ребята, это самая молодежь Которые не дают трибуны в их собственных странах Которые только открывают рот и сразу становятся объектами нападок А порой и репрессии их обвиняют в чем угодно В подрывной деятельности, в том, что они являются агентами Кремля Ну вы уж прекрасно это понимаете Приезжают к нам в страну и имеют возможность находить единомышленников Высказывать открыто все, что они думают о том, каким должен быть мир Что он должен быть действительно мирным И самое главное, задавать вопросы, на которые не могут найти ответы в своих странах 300 с лишним, 310, 320, примерно тысяч Вот представьте себе Давайте возьмем за основу там 310 тысяч заявок Было подано на участие в фестивале Вы можете себе представить, что это такое? А там ведь все-таки есть критерии, есть ограничения Это не просто так, приезжайте кто хочет Это система отбора И это все на фоне колоссальной русофобии Которую проводят на протяжении десятилетий А особенно подноторели последние 10 лет Американские и британские мейнстримовые СМИ во всем мире 300 с лишним тысяч человек заявились на фестиваль в качестве официальных делегатов Были отобрены 20 тысяч всего И тысячи иностранцев приехали в Сочи, Адлер, Сириус Выступали, говорили, задавали вопросы Вы знаете, я хочу сказать о том Было очень много встреч, много вопросов Много разных форм общения за эти несколько дней Но я хочу сказать о том, на мой взгляд, для меня судьбоносном общении Которое у меня было с гражданкой нашей страны Ирина Булина Возможно, вы знаете Владимира Рудольфовича Возможно, нет Но я хочу, чтобы ее имя знали все Это маленькая жительница блокадного Ленинграда Вы можете себе представить, сколько ей лет Тогда ей было 10, когда пришла в Ленинград война И она же была гостем, не просто гостем, а активной участницей Это первого фестиваля молодежи и студенчества в 1957 году И она была почетным гостем И, кстати говоря, не менее активным участником этого В 2024 году проводимого фестиваля молодежи ОМТВЮЕЙ ПРОМНАЙГОЛУВНІШЕ Підпишитесь и не пропускайте нові відео Обовязково пишите комментарии и делитесь с друзьями Я вот иногда рассказываю вам всякие шутки на этот счет Могу сказать очередную Спорт – это самое главное средство поддержания формы Ну, как бы, само собой, разумеется Просто я, честно говоря, стараюсь не говорить об этом Хотя, наверное, об этом и нужно говорить Я практически исключаю алкоголь Но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков Видите, до сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу В том числе и Россия когда-то стремилась к 7-ке присоединяться, к 8-ке Потом мы поняли, что это не имеет смысла Потому что с нашими интересами там никто не считается В этом проблема И в этом ошибка наших западных партнёров Я уже пытался донести эту мысль до вашего соотечественника Когда отвечал на предыдущий вопрос нашего американского гостя Но, вы знаете, вы сейчас сказали о проблемах сейчас социального характера По поводу получения образования Единственное правонарушение, которое у нас несколько раз повторялось Это воровство чебурашек Не шучу, у нас было несколько случаев Когда там же чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице Ну и вот у нас было, по-моему, три, что ли, случая Когда человек, который первый заходил в комнату Собирал чебурашек со всех остальных кроватей И прятал, значит, свой чемодан, значит Или под свою кровать После этого было целое расследование Чебурашки находились, компенсировались Значит, где-то я, кстати, по-моему, в кубинской газете И тоже увидел, значит, заголовок про то, что на, значит, международном фестивале Значит, у всех участников украли сердце и сделал это чебурашка И если на великих своих пропагандистских каналах Они еще намагаются как-то структурувать то, что они рассказывают Намагаются дотриматься принаймні видимых ознак журналістики То их социальные мережи – это, как правило, как раз векно в истину, в правду Те, чего они никогда не показывают на их каналах Обовязково мы находим в их социальных мережах Взагалі, росіяни, які все фильмують, снимают и ведут свои сторінки Это как агенти Киева, которые бесконечно нам показывают Что мы все делаем правильно, что война отображается и на жизни Звичайного недорогого росіянина Про будни, про то, что они переживают, что из них сталося Что вообще они выкладывают и чем делятся У своих социальных мережах – подивимось далее Всем привет, друзья! И вот появилась очень и очень классная новость А именно то, что Финляндия требует, чтобы все машины, которые имеют российские номера Покинули страну до 16 марта Проходим в золото на голосование По выходу бюллетенцы окрестно дополняют Ну и вишенка на торте с сегодняшнего дня Самолета Люфтваффе На фоне, как они говорят, угрозы нападения России Начнут патрулировать воздушное пространство стран Балтии Шесть истребителей Еврофайтера и около 200 немецких солдат Уже сейчас размещены на латвийском военном аэродроме Лейлфарде Голосом разума выступил глава МИД Венгрии Сиярта Заявил, что страны НАТО должны избежать столкновения с Россией В противном случае Европу А за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел Субтитры создавал DimaTorzok